Центр смешанных единоборств ТОП-ТИМ Сибирь официально объявляется открытым! У меня всегда было желание иметь свой огромный спортивный центр, поэтому идея это была в голове, наверное, давно. А вот уже такая наполненная чем-то реальным, она появилась, пожалуй, с 2018 года, когда я съездил на АТР в Белокурику и в одном из шатров послушал интересную лекцию юриста московского, который рассказывал про концессии. Построен объект на условиях государственно-частного партнерства. Общая стоимость порядка 100 миллионов рублей. Долик государственного участия составляет около 65%. Это возможность как городским жителям, так и краевым заниматься любимыми видами единоборств, воспитывать в себе необходимые спортивные и просто личностные качества. Это один, скажем так, один из объектов, который будет объединять, во-первых, виды спорта, второе, увеличить количество занимающихся, ну и третье, даст возможность тренерскому составу в одном месте объединить свои способности и возможности. Многие спортивные клубы и спортсмены начинали свой путь в подвальных помещениях. Постепенно спорт выходит на свет. Такая возможность появилась и у центра смешанных единоборств в топ-чим Сибири. Безусловно, это важно, потому как вот в таком здании дышать намного легче, да, с высокими подолками, с большими площадями. Но при этом мы же понимаем, что многие сейчас ребята до сих пор в подвалах занимаются и показывают хорошие результаты. Мы сами из подвала выросли. Вот у нас появилась такая возможность, мы, ну, расширились. Чередориальная модернизация прошла успешно 1250 квадратных метров. Общая площадь нового центра смешанных единоборств в топ-чим Сибирь. 750 занимает главный спортивный зал. Здесь одномоментно могут тренироваться порядка 100 человек, причем заниматься разными спортивными направлениями. Здесь у нас три основных вида спорта. Смешанное единоборство, вольная борьба и кроссфит. Также муниципальная часть, бесплатные часы, это дзюдо. В административной части душевые, раздевалки, технические кабинеты, вестибюль, ну, то есть все основные помещения сопутствующие. Полностью оснащаем, можно сказать, начиная от модели, 3D-моделирования, далее непосредственно профессионального зонирования, согласование деталей непосредственно с нашим заказчиком, затем процесс производства и далее уже непосредственно монтаж и ввод в эксплуатацию. Он на самом деле один из крупнейших наших проектов и мы очень рады, что нам удалось его совершить и вот непосредственно прибыть на открытие. Спасибо еще раз Александру, что позвал нас. Это первый проект, который в Барнауле состоялся в рамках спортивного и государственно-частного партнерства. Конечно, хотелось бы, чтобы, ну, это развивалось, подхватывалось и другими нашими предпринимателями. Помимо спорта мы видим здесь и очень важный воспитательный процесс. Этому моменту рады и родители, ведь с их детьми работают настоящие профессионалы. Юным спортсменам прививают уверенность в себе, воспитывают человечность и уважение к старшим. Здесь формула простая – счастливы дети, счастливы родители. Он в восторге, он в восторге от тренера, в восторге от обстановки, в восторге вообще, что у нас такая возможность в таком зале заниматься. Это же вообще, ну, а так все, главное успехов ему и всем ребятишкам, которые сюда придут. К слову, о профессионализме тренерского состава в списках и мастера спорта по ММА, кандидаты в мастера спорта по панкратиону, чемпионки России и большинство из них выступает на профессиональной арене. Несмотря на то, что мы начали где-то с 15-го года развивать ММА в крае, мы уже на уровне России достаточно хорошо двигаемся. Я бываю на различных сборах, по разным городам езжу, в целом и за границей бывал. И, честно сказать, у нас хороший уровень ММА, у нас много залов, у нас много спортсменов. А зарядиться на тренировочный темп и получить порцию советов от бойца мирового класса – такая возможность была у каждого мастер-класса. Для спортсменов провел чемпион мира по рукопашному бою боец крупнейшей лиги UFC Роман Копылов. Он отмечает, что в смешанных единоборствах важна работа и еще раз работа. Труд без труда не будет результатов. На каком-то этапе основятся таланты. Тот, кто будет работать больше, достигнет намного больше, чем талантливого ребенка. Некая вот такая очень непростая дорожка протоптана. И вот с коллегами, инвесторами мы советуемся, может быть, объединив усилия, опять же, совместно с муниципалитетом или с правительством нашего края, тоже создать что-то подобное, но уже нечто в больших масштабах, какой-то спортивный проект. Может, это будет не только смешанные единоборства, но и какие-то другие виды спорта, игровые, легкоатлетические и так далее. Но мысли такие есть.